Ну, давайте поговорим про те события, которые произошли в Башкорстане. Ужасно трудно выговорить по-русски это слово, поэтому я говорю башкирия. Кстати, башкиры обижаются на это старое советское название. Они, кстати, не называют себя по-русски башкирами, они начинают называть себя башкорстами. Да, произошли волнения в поддержку активиста, который был против реализации планов власти и большого и крупного бизнеса по уничтожению, насколько я понимаю, каких-то природных красот, которые присущи этому региону. Ну, это повод был. Он на самом деле националист башкирский, который выступает за отделение Башкирии от Российской Федерации. А повод своих выступлений за последние годы – это защита окружающей среды, действительно там гор, где идет хищническая разработка золота, соды и так далее. Да, и в этом плане, конечно, советский суд оказался на стороне попытки воскрешения советского государства, ну, в его некой извращенной форме, вы правильно говорите, когда существует Санкт-Петербург и Ленинградская область в одном формировании, да, и выглядит все это как некая такая дикая смесь. Хочу также, немножко отлегшись от этой темы, напомнить, что Ленин считался дедушкой в 50 лет, а ныне покойный президент России Владимир Путин в 70 лет считался лидером в расцвете сил. Никто его особо, кроме народной молвы, дедушка не величало. Ну, вот такие... Кстати, Ельцин, когда уходил, ему было 68 лет, он тоже считался дедушкой и выглядел, кстати, лет на 80. Да, он считался дряхлым стариком, ну, и, конечно, всему виной было чрезмерное употребление традиционного русского напитка, ну, тем не менее. Вы имеете в виду квас, безусловно, да, наверное? Квас, да, квас. Квас. Он именно квасил, да. То, чем он занимался, это вы правильно характеризовали, Сергей, четко подметили, он именно квасил. Так вот, из этого кваса его очень тяжело было порою вытащить, но в отличие от Ельцина, Путин не злоупотреблял спиртными напитками, но вреда России принес гораздо-гораздо больше. Здесь можно, конечно, вдаться в ретроспективу и попытаться разобраться, кто больше навредил, Ленин или Путин. Понятно, что нынешнее поколение будет ратовать за то, что Путин, конечно, навредил несравнимо больше, потому что мы ощущаем весь этот период прямо здесь и прямо сейчас и видим прямую зависимость. Но, тем не менее, тем не менее. Помните, у Маяковского было стихотворение «Кто более партии ценен, Ленин или партия?» А тут вы сказали «Ленин или Путин?» Да, да. «Кто более матери истории ценен?» Да, да, именно так. Что касается Башкирии. Дело в том, что много, конечно, возникает вопросов, и мы уже обсуждали и с вами, Сергей, многократно, с нашими уважаемыми зрителями, что тизеры, триггеры, извините, которые будут возникать в нынешней ситуации, будут, конечно, дарить сама власть. Власть будет провоцировать людей к тем волнениям, которые будут происходить, нет никаких сомнений. И сейчас, и в ближайшее время у людей накопилась критическая масса недовольства. То, что происходит в Башкортостане сейчас, я не думаю, чтобы это закончилось чем-то большим и катастрофическим для нынешней российской власти, но, тем не менее, тенденция ясна и понятна. И, опять-таки, стоит в свете упоминания этих протестов немножко вдаться в подробности. Почему, как я считаю, эти волнения не приведут к большим действиям? Дело в том, что массовый побег от появившихся вдалеке правоохранителей никогда не приведет ни к чему большему, чем просто появление на улицах. Да, в современной России даже появление на улице участия в акции протеста, это, конечно, большой гражданский подвиг и большое действие. Но, тем не менее, без активного сопротивления ничего, конечно, не будет. Власть привыкла, что демонстрация силы уже сама по себе есть стимул для подавления митингов. Нет никаких, еще раз повторяю, сомнений, что с силой будут пытаться бороться против любого проявления инакомыслия. Если в ответ не будет демонстрации такой же силы от гражданского общества, ну или хотя бы соразмерной, то никаких итогов положительных для гражданского общества, конечно, это не будет. Кроме пострадавших, кроме... Да, я тут с вами согласен абсолютно, тем более, что у них, в общем, была возможность на самом деле что-то сделать реально, потому что вся эта история проходила в маленьком районном центре, в 400 или даже 500 километров от Уфы, от столицы региональной. Туда послать дивизию Держинского было трудно, вот, и даже тот ОМОН, который был, окружал здание суда районного, где судили Алсинова, в общем, вышло на улице 5000 человек, то есть 5000 человек против любого ОМОНа, даже там, ну сколько там был взвод, рота ОМОНа, рот 100 человек, да, значит, а 5000 человек вокруг. И даже если эти 100 человек вооружены, кстати, я вам напомню, что это сельский, очень глухой сельский район, в, значит, в Урале, за Уральем, да, где, на самом деле, все охотники, то есть у всех есть берданки, на самом деле, в домах, то есть там есть чем доказать этим ОМОНовцам свою правоту. И, на самом деле, они, мне кажется, вот на этой неделе, если они хотели бы, на самом деле, довести что-то, то они не выучили уроки Пригожинского мятежа, то есть, грубо говоря, с властью нельзя идти на какие-то переговоры и на какие-то перемирия, в этом я с вами совершенно согласен, они могли стихо спокойно отбить этого Алсынова, увезти его куда-то и все, но тогда бы пришлось бы, и что тогда Путину пришлось бы, снимать армию, 58-ю армию общевойсковую с фронта в Украине и посылать его в Башкирию? Сергей, вы правильно заметили, освобождение любого политического заключенного, хотя бы одного, силовым методом, вы правильно говорите, могли отбить, это уже был бы сигнал для многих, в том числе и для так называемого гражданского общества, которое в России уснуло литургическим сном, был бы сигнал просыпаться, освобождение политического заключенного, это большой и основной шаг в любой борьбе, в любой борьбе народа с режимом, в любой, еще раз подчеркиваю, это основной триггер для дальнейших событий. Власть подарила триггер в возможности массовых практик, а если бы эти массовые практики политические переросли в какое-то действие, в действие освобождения и добиться своих целей силовым путем освобождения политического заключенного, здесь было бы полное, полные возможности по дальнейшему пробуждению гражданского общества и реализации дальнейших планов, которые возникали бы спонтанно, но были бы реализованы. В любом случае, я не сомневаюсь, что именно так бы и происходило. Свет фонариков в окно или в небо, это, конечно, замечательно, но полная неэффективность. Да, это розовые пузыри, в общем, все поняли, даже российская оппозиция уже поняла, что надо переходить от фонариков и шариков беленьких 2011 года белых ленточек к силовым способам бороться, потому что 30 лет борьбы не силовыми способами доказали, что никакие выборы не работают, и что бы вы с выборами не сделали, как бы вы ни голосовали, какие бы вы советы ни давали, портить бюллетени, я не знаю, голосовать за всех, кроме Путина, голосовать за какого-то лучшего кандидата и так далее, это все игра в поддавки с шулерами. Абсолютно, абсолютно. И несмотря на то, еще раз повторяю, несмотря на то, что на сегодняшний день власть в России кажется незыблемой, и что подвинуть ее представляется для многих невозможным, это ошибочная точка зрения, власть в России слаба, как никогда, это, возможно, не видно, потому что нет проявлений. Даже этот разгон... Ну как нет проявлений? 23-24 июня прошлого года никто не вышел защищать Путина. Все же поняли, что нет никакой власти, вообще ничего нет, никаких силовиков нет. Сергей, это очень быстро забывается, очень быстро забывается. Но я и говорю, они не выучили уроки, они не выучили уроки Пригожина. Абсолютно не выучены уроки, здесь не только Пригожина, здесь не выучены уроки российской оппозиции, которая многократно ошибалась, многократно. Есть большие желания дарить людям грабли, на которые люди постоянно наступают. Понятно, что глупо, но тем не менее. Тем не менее, теперь мы оказались в ситуации, когда российская власть считает, что демонстрация силы должна быть постоянной, и закручивание гаек должно быть, опять-таки, постоянным. Для того, чтобы взять все под контроль, и силовые методы считаются основными. Противостоять силовым методам, повторяю еще раз, можно только с помощью других силовых методов, которые должны быть реализованы в полном объеме до достижения своих целей. Без достижения своих даже промежуточных целей ярких, ну промежуточных, как-то освобождения политического заключенного. Ну, здесь я считаю, что люди просто напрасно подвергают сами себя тем истязаниям, которые в итоге российская власть для них будет готовить. В этом нет никаких сомнений. Очень глупо надеяться на то, что можно выйти на какую-то акцию протеста, потом убежать от ОМОНа или от полиции, и в итоге, будучи в числе организаторов, не оказаться в жерновей репрессии. Да, потому что теперь всех пересажают, естественно. А давайте, может быть, проговорим, какой вариант был развития события. Мы понимаем, что история не терпится сослагательного наклонения, но давайте попробуем помыслить, что у них там было. Вот у меня, например, я вам такой вариант предлагаю. Вы смотрите, они собрались на самом деле в маленьком городке, который там за 500 километров от столицы. Понятно, что там нет дивизии ОМОНа. Понятно, что там есть какая-то местная милиция, там есть райотдел, может быть, у ФСБ. И, кстати, не факт, что там даже райотдел есть у ФСБ. 5 тысяч человек собрались вокруг зала суда. Им нужно было просто сделать так, чтобы суд, который судит этого Алсынова, вышел прямо вот к людям на улицу и оправдал него, вынес оправдательный приговор. А после этого они отпускают суд в Уфу, отпускают ОМОНовцев, если они захотят уехать в Уфу. И говорят, что в нашем районе, вот в этом самом Баймакском, устанавливается народная власть, которая начинает предпринимать собственные меры на защиту жизни своих граждан. Желательно, чтобы соседние районы тут же присоединились. И что тогда этому Радику Бахирову, губернатору Башкирии? И что Путину? Снимать всю армию? И плюс, обратили внимание, что там была уже даже опубликована запись некой женщины, которая сказала, что Башкиры, которые находятся на фронте с оружием в руках, вы что там делаете в Украине? Вы снимаетесь с этого фронта и езжаете себе обратно домой, потому что здесь у вас начинают громить вашу собственную республику. Как вы к этому сценарию? Сергей, несмотря на то, что вы упорно называете президента России Владимира Путина живым, я понимаю, что отчасти, конечно, и меня троллите в этом плане, но я не устану повторять, что президент России Владимир Путин может единственное, что переместиться из одного холодильника в другой на сегодняшний день. Иные действия совершать он не может. В этой ситуации, которая происходит на сегодняшний день, еще раз повторяю, российская власть невероятно слаба. Невероятно слаба. Принятие решений из одного кабинета перебазировалось в несколько. И это говорит о том, что нет четкого и понятного плана у российских властей на случай любого бунта, любого, даже в Башкирии, даже на столь небольшом участке территории России. Даже в этом, как вы правильно говорите, захолустье. Ну, пускай не обижаются башкиры, которые находятся в этом регионе, все-таки для России это отдаленный регион. Это называется глухая провинция. Глухая провинция. Если помягче сказать. И в этой провинции освобождение политического заключенного, возможно, таким методом, как описал Сергей, я бы посоветовал бы немножко более радикальным. Это местным силовым структурам предъявить ультиматум либо переход на сторону народа, либо разурожение и предоставить то оружие, которое есть у них в распоряжении для тех людей, которые выступают от имени народа. И далее, если бы это действительно произошло, далее, конечно, российская власть оказалась бы в тупике. Даже в этом отдельном регионе, где-то далеко от Москвы, как считает, по крайней мере, российское руководство, даже в этом регионе этот регион мог поставить Россию в состояние на порог больших перемен. А российское руководство в глубочайший тупик. Воевать с Башкирией, даже с каким-то отдельным районом. Что, снимать людей с фронта или действительно снимать большую часть Росгвардии с других регионов? А где гарантия, что там не возникнет подобное движение? В России 21 национальная республика, в которой все такие же движения существуют. Конечно, конечно. А вдохновившись этим, вдохновившись, пусть даже маленькой, но победой, в других регионах стали бы происходить, несомненно, несомненно, да, не во всех, возможно, не во всех, но где-то стали бы происходить подобные вещи. Плюс вы правильно упомянули Сергея Солдат, который, будучи уроженцем Башкирии, воюет на фронте. Увидев подобную ситуацию, если бы власть решила с ними расправиться, с жителями, я имею в виду этих регионов, как вы считаете? Конечно, эти люди, взявшие оружие, попытались бы преломить ситуацию в другую сторону, находясь, опять-таки, на острие копья на сегодняшний день. И там уже бабка надвое сказала, как бы стали происходить события, кто бы поддержал их или не поддержал, и какая ситуация вообще тогда происходила бы. Да, возможно, это со стороны напоминало бы хаос. Но хаос, в котором можно было бы, еще раз повторяю, реализовать очень и очень много. Я ни в коем случае не ставлю в вину тем людям, которые что-то предпринимали на территории Башкирии. Абсолютно не ставлю вину. Люди делали то, что, вероятно, могли, и, соответственно, своим взглядом на происходящее. Но, тем не менее, я просто хочу говорить открыто и честно с нашими уважаемыми зрителями и слушателями, без силового сопротивления эти акции практически ни к чему не приведут. Да, то есть надо было сразу брать власть в свои руки. То есть и говорить о том, что мы берем власть в нашем районе, мы создаем новую власть. Значит, все те, кто силовики, которые находятся на территории нашей власти, переходят либо под наше, так сказать, руководство, либо разоружаются и изгоняются из района. Или там интернируются, сажаются в тюрьму, в СИЗО и так далее. И дальше тут же организовать такую же власть в соседних районах и говорить, заявлять сразу, сразу заявлять из маленького Баймакского района о том, что Уфа и Башкирия отделяются от Российской Федерации, провозглашают себя самостоятельными республиками на основании Конституции Российской Федерации, на основании всех тех атрибутов, которые у них есть, что Радик Бахиров является, Баширов, как его там, Бахиров, является нелегитимным правителем Уфы, назначенцем из Москвы, который, значит, нарушает права местного народа, и все. И что Путину делать, вот если 21 республика, плюс, я вам еще задам вопрос, смотрите, Башкирия – туркоязычное государство внутри Российской Федерации. Рядом Татарстан – туркоязычное государство. Все они входят, кстати, в союз туркоязычных государств, который затеял Эрдоган, Турция. Эрдоган что-нибудь сказал по этому поводу? Нет, Эрдоган, по-моему, помалкивает. А мог бы сказать что-нибудь по этому поводу, потому что турецкие государства, туркоязычные государства, есть еще, как у нас там Шойгу, кем он является? Этническим тувинцем, а Тува тоже туркоязычное государство. И, кстати, среди российских этих самых национальных республик, там, по-моему, две трети туркоязычные государства. Так что Эрдоган, можно сказать. А там даже дальше у нас Кадыров, они, кстати, все мусульмане, большинство из них, да, а там дальше у нас Кадыров есть. Кадыров что-нибудь сказал по этому поводу? Ну, конечно же. А у Путина был Хамас в гостях в этот момент. То есть Путин, с одной стороны, поддерживает Хамас, который устроил восстание против Израиля, в Израиле, да. И что бы ему тогда на фоне встречи с Хамасом, который является террористической организацией, поддерживает восстание против Израиля, что бы он мог бы сказать против башкиров, которые в рамках Конституции Российской Федерации имеют свое собственное государство и которые говорят о том, что оно будет независимо. То есть, на самом деле, все эти движения на территории Российской Федерации, а я уверен, что нас слушают, кстати, люди оттуда, и из России, и из этой глубинки. И поэтому, кстати, вот я с вами решил сегодня посвятить большую часть нашего разговора этим вопросом. Потому что, ребят, хватит спать уже. Хватит спать. У вас есть вся возможность взять власть, потому что она лежит на земле. Это вот мы недаром с Ленина начали, потому что у него какая-то вот в какой-то работе была такая вещь, что власть-то лежит на земле. То же самое было в 17-м году. Почему большевики совершили переворот? Они же были в полном меньшинстве в Российской Федерации. В Российской Федерации никто не поддерживал большевиков. Но просто к октябрю 17-го года вообще никто не хотел брать никакую власть. И любой человек, который пришел бы, хоть 10 человек, их же вот там рассказывают, что какой-то был штурм зимнего. Это все сказки. Никакого штурма зимнего не было. Там был взвод охраны, который сдался, как только первый попавшийся человек с ружьем подошел к этому зимнему двоцу. И Временное правительство оттуда сбежало. Субтитры создавал DimaTorzok